Представитель французского образочного оперного театра, композитор Жан-Батист Люли. Итальянец по происхождению, он сделал головокружительную карьеру именно во Франции, при дворе короля солнца Людовика XIV. Но его пробой пират и первой театральной работой стала опера Карм и Гермиона. Арию из этой оперы вы услышите в исполнении Юлии Церегришвили. Аплодисменты. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Наша программа продолжает музыка Иоганна Себастьяна Баха. Но, пожалуй, из всех композиторов, представленных сегодня, он единственный не писал оперу. Видимо, потому что был очень религиозен, и во всех даже светских сочинениях, написанных Бахом, присутствует этот божественный образ. Оперу ему заменили кантаты, которые были написаны им свыше 300. Причем среди них были как духовные, так и светские. Для вас звучит арея «Душа торжествуй» из кантата номер 68 Иоганна Себастьяна Баха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1858 году тоже итальянцам Рене Джазотто, который утверждает, что это реконструкция тех обрывков, найденных в разрушенной Дрезденской библиотеке Второй мировой войны. И в этих оставшихся записях Альбинони имелся только цифрованный бас и несколько тактов скрипок. Вот по этим оставшимся рукописям Рене Джазотто восстановил и впервые опубликовал знаменитый адажио, который мы все знаем как адажио Альбинони. Но тем не менее мы будем иметь в виду обе фамилии, мелодия от этого не становится хуже. И действительно в наше время ее исполняют самые разные составы, самые разные исполнители и классические, и джазовые. Ну а в нашей сегодняшней программе вокальный тембр немножечко разбавит тембр флейтовый. И в нашей программе самая юная участница Василиса Маркина, соло флейты, адажио Альбинони, партия фортепиано Олег Бубанов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ Итальянский композитор второй половины XVIII века Александр Скарлатти. Композитор, который вошел в историю как родоначальник неаполитанской оперной школы. В Риме композитор вошел в так называемую Аркадскую академию Содружества поэтов и музыкантов, созданную как Центр защиты итальянской поэзии и красноречия от условностей напыщенного и вычурного искусства XVII века. Человек, художественному наследию которого сводит в настоящее время всю неаполитанскую музыку XVII века. Так считал знаменитый роман Ролан. Итак, в нашей программе звучит «Кансона» Александра Скарлатти «Я отниму тебя у жестоких небес» и «Маленькая Ариетта» песни танцевального характера «Если б сердце Флоренда было бы верным». Исполняет Татьяна Пропушкина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучит музыка. 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 Звучит музыка.